Сегодня с нами Полина, Полина и... А, нет, нет, Дарья. Как тебя зовут? Дарья. Даша. Можете задавать самые интересные, откровенные вопросы, что вас реально волнует? Давайте, парни. Только по руке. Сколько вам лет, девчонки? Мне 23. Да ты морозильный камень не завершен. 28 и 28. Короче, начну горячо. Вопрос не адресован к кому-то конкретно. Заключается в следующем. У тебя произошел секс. Не знаю, первое, второе свидание с парнем. А потом только пришли, и такие вопросы. Мы же не надо. Начну горячо, пусть я буду готов. Сюда, там он девушка сидит. И потом парень просто потерял к тебе интерес. Как ты воспримешь эту ситуацию? Во-первых, парень просто разведет. По той простой причине, что у вас же… Чтобы ко мне потерять интерес, чтобы быть идиотом. Ну, мы все поняли. Я про себя лично не говорю, на самом деле. Я говорю вообще в целом. То есть, к чему это? Зачем? Зачем ты ухаживал за девушкой, если на третьей, четвертой, неважно, свидании, ты теряешь интерес к тебе интерес? Какой смысл этого мне объяснить? Хорошо. Может быть такое, что я с тобой ухаживал пару раз, но не секс, и я понял, что ты никакая постель, и мне это больше не интересна. Ты спросила, какой смысл? Я не ответил, какой у меня может быть смысл, как мужчина. Ну, ты вяжешь, и даже, ну, пирот не открывает, что-то говорят. Ну, значит, да, значит, говоришь это прямо в лицо. Лучше быть честным, чем просто куда-то пропадить. Не блокировать, вот это вообще бред. Девчонки, к вам, короче, такой вопрос. Как часто знакомиться на улице? В неделю? Очень часто. Да, часто. Прям очень часто. Причем... Десять раз 20, 50. Десять, наверное. Да, наверное, да, плюс-минус 10. В неделю, в неделю. Надо везде на улице ходить. Это нужно только не работать и ходить. А на улице знакомятся молодые люди, которые вообще выглядят, скажем так, не очень. Да, да. Но они очень уверены в себе. Вообще, они прям идут, крутят. В общем, на форме права. Нет, это просто очень хорошая черта. Мне кажется, не надо бояться девушек красивых. Там, если понравилось. Ну, есть, конечно, личности высокомерные. В принципе, это нормально, я считаю. Но если понравилось, почему бы нет. Только нужно, чтобы такое говорить заинтересовать. Что нужно говорить, чтобы я сказала вот это, да, да, вот это чувак? Ой, ну, сложно сказать. Смотри, а ну... Настойчиво надо. У меня еще ничего такого не говорили, чтобы я запомнила это. Поэтому мне сложно это придумать с точки зрения ничего. А в основном что они говорят? Банальше. То есть самое то, что, какие фразы, что они говорят? Ну, самое банальное, там, дай свой телефон. Ваши маме, мне говорили. Один мне подошел, говорит, я пластический хирург, у тебя такое ужасное литро. Давай я тебе его подкорректирую. И если кого-то пишет, это мой номер. Лучше познакомиться, подойти, сказать, привет, ты классная, ты понравилась. Давайте общаемся. Или что-то лучше придумывать. Нет, лучше нормально. Вы, например, модели, если к вам подходит, я там продюсер, там, поснимаюсь. Как лучше? Ну, это же... Напрямую или придумать что-то? Нет, мне кажется, нормально, лучше кручно сказать. Часто ли вы видите такое, что парни на вас смотрят, вы им нравитесь, но они при этом не подходят? Да, особенно вот в транспорте, правда, смотрят, улыбаются. Что вы думаете об этом? Я думаю, почему такое нерешительное? Видно, что прям, ну, такой контакт. То есть ты бы хотела бы, чтобы он подошел там? Да, да, да. Так, причем мы же не просто там, ну, то есть действительно происходит контакт. Вы друг другу улыбаетесь. Мы давно уже улыбнулись. Нет, давай, честно, ты как-то это себя проявляешь или спокойно стоишь и ждешь, когда он уже подойдет? Нет, ну, я, да, может быть, такое достаточно скромный человек в этом плане, но я могу улыбнуться, там, что-то засмеяться. Ну, это же понятно, да? То есть это иногда помогает мужику проявить инициативу, все-таки собраться, да? Просто улыбнуться. Не надо лицо такое делать, потому что это недоступно. А что делать с тем, что большинство девушек, особенно хорошо выглядящих, они, какая-то закономерность, чем она ухоженнее и красивее, там, как-то пахнущее выглядит, тем у нее там чаще бывает пахусное лицо. Поэтому надо брать более простую, а делать из нее ухоженную. Ну, скажите, почему я бываю, у вас такое, что вы первая... Я не согласна, абсолютно. Девушка ухожена, ну, окей, парни, вы идете по улице, идет красивая девчонка, с красивыми волосами, ногтями, педикюром, в крутом платье. Вам она понравится? Да. Ну, конечно, да. Это такой достаточно гуд вопрос. Как правило, такие девушки еще и умные. Нет, смотри, я говорю о том, что у них пахусное лицо, да? Нет, нужно просто разбивать эксперимент. Да, то есть смотри, может быть такое, что он подходит, несмотря на ее пафосность и величие. Подходит к этому миру, а она начинает нормально общаться. Конечно. Это лицо для чего, по вашей версии? Для фильтра. Да, да. Чтобы, короче, ненужные чуваки слабые, без пластика, яичками не подходить, да? Пенопластовые. Ну, вот и все. Мне такой вопрос к вам. Бывает ли такое, что первая ваша реакция на парня бывает какая-то холодная, так скажем, а потом вы открываетесь и начинаете общаться? Как часто. Да. То есть это нормально, да? Когда мы потом начинаем что-то говорить, и мы не сразу такие, ой, конечно, я прошу, что ты подошел. Хлеб достой. Пошли домой ко мне. То есть нормально то, что… Потому что для этих парней они иногда нормальную, ну, к сожалению, у нас в России такой менталитет, что девушки, ну, никак там в Европе или где-то в других странах останавливаются. Да, то, что хотели, конечно, привет. Они идут, ну, там, ну, здрасте, да, и продолжают как бы идти, так очень холодно и слухо реагируя, да? То есть эти чуваки, они воспринимают эту реакцию как негативную. То есть это нормальная реакция, не негативная, да? То есть это просто потому, что не должна что-то сразу вытащить кокошник из права. Да, наконец-то. Вы именно это своими словами объясните, пожалуйста. Ну, то есть, смотрите, да. И как мужику в это время себя нести? Если девушка отвечает вам такой реакцией, то вы не делаете сразу подпешных выводов. Это, во-первых, потому что девочка по своей натуре такая. То есть, так, я должна показать свой характер. Надо полупендриться. Да, конечно, конечно. Надо полупендриться в этом случае. И если девушка отвечает вам такой реакцией, будьте вот именно с ней подносочились. Потому что, возможно, она вам еще покажет свое, не знаю, истинное лицо. Возможно, она самая добрая, самая милая, самая классная девчонка. Просто вот она такая сначала. Ну, грубо говоря, это какая-то книга проверочек, да? Такой тест на... Это, знаешь, такая проверочка, она не писала. То есть... Ты же не можешь... Ты же не можешь открыться любому там в первом встречном человеку. Тебе нужно сначала его узнать. И, как правило, вообще у вас на обсуждательном уровне должна быть коррекция. Так, девочка упендривается. Соответственно, если я сейчас произвела какую-то осторожность... Парни, всем здорова! Всем привет! Прежде чем вы продолжите смотреть это видео, у нас есть для вас охренительное объявление. Послушайте! Мы приглашаем вас на тренинг практика. Я уверен, ты уже просмотрел кучу видео, и ты, как никто, понимаешь, что нужно заниматься именно практикой. Ты можешь смотреть их бесконечное количество раз, но результат придет только после того, как ты начнешь действовать. Поэтому мы тебя приглашаем. Ссылка в описании. И Вова расскажет, почему эта практика, уже девятый наш поток, будет особенной. Да, ребята, он очень хорошо себя заэкремитовал этот тренинг. Мы вообще фактически оставили его как флагманский. Во-первых, отличный повод начать сейчас, потому что девушки оголяются, девушки становятся еще красивее. Весна, и я думаю, что ни один человек не останется равнодушным. И есть все шансы просто просрать очередное лето, да, провести его не так, как хочется. Сейчас лето – это пора отпусков, это пора поцелуев на природе. Собственно, это то, зачем изданщикам здесь собрались. Да, и поэтому, ребята, это будет непростительно, если вы профокапите очередное лето. Это будут самые лучшие твои майские праздники. Да, для этого, собственно, мы сделали практику на майские праздники со 2 по 5 мая. Для того, чтобы каждый человек с любого региона России мог приехать, чтобы ему не мешала его работа. И это вам, ребята, не шашлыки жарить на даче, потому что в целых 4 дня, плюс это практика особенная, мы добавили туда целых полдня. Это будет с утра до вечера 4 дня практики. Мы проведем с вами бок о бок. Я, Денис и Юра Сенцов. Мы втроем, еще команда саппортов, будем вместе с вами подходить к самым красивым девушкам в Москве. А Москва – это лучшее место для такого тренинга. И у вас еще есть возможность на него попасть. Ссылка под этим видео в описании. Оставляйте заявку, с вами свяжутся, проведут собеседование. И мы вас ждем на практике. Это будет самый крутой майский праздник. Мы ждем только тебя. Все, пока. Увидимся на практике. По отношению к ней, если вдруг не ходит контакт, вдруг не ходит подход, то именно мне она откроется. Но вы будете знать, что она открывается не всем. То есть именно вы настойчивы, именно вы нашли к ней подход. И вы должны понимать, что она не всем открывается. Потому что, как правило, мужчин боятся. Да, то есть итог того, что нужно быть настойчивым всегда в любом случае. Не бросать. Да, это не повод сливаться. Потому что многие, знаешь, они совершают очень непростительную херню. Для них страшно, понимаешь, вот сам факт, он просто первый шаг туда сделать, он самый страшный. Потому что, когда он подошел, там уже вроде бы что-то заговорились как-то. Вот этот момент, когда перед тем, как подойти, он самый волнительный. И иногда сейчас это выглядит настолько нелепо, что чувак пересилил это, подошел, там, привет. Ты такая, привет. Ну и продолжаешь. То есть не говоришь ему привет, чувак. И он это воспринимает как негатив. Потому что, наверное, ждет, что ты сразу же там будешь перебирать. И он уходит после этого. Чуваки. То есть вы так многие делают. Да, это очень важно. Надо не бояться вообще. Вы, кстати, знаете, что парни, они волнуются, стрессуют перед подходом к вам? А мы-то как вам? Извините, Денис, можно я маленькую ремарочку вынесу? Да, да, да. Вчера была ситуация, ко мне подходит человек на улице. Кто-то из этих опознаний. Это был парень, даже не помню, в какой национальности. У меня? Даже не запомнила. Нет, нет, нет. Просто дело в том, что когда я сильно торопилась, я прошла мимо, сказала ему привет. Он побежал за мной, хватил меня за руку и сказал матом прям. Я пойду за тобой до самого дома. У меня братья живут в Дагестане. То есть это другая граница. Это как бы грубить и жестить. Даже в шутку. Вообще никогда этого не делайте. Даже если это будет в шутку. Никогда не жестите. Ты правильно сказала, национальность. Мне кажется, национальность здесь такой самый главный. Но они вообще не справляются. У нас всегда была ситуация, когда, ну, у нас такие ситуации стоят. Когда человек привелся на свидание, потом начал трогать, как-то прикасаться. Она говорит, нет, нет, нет. Зачем они вот говорят, нет, нет, нет. Хотя как прийти к сексу, к семье, там, не знаю, к близости. То есть если вы говорите, не надо меня трогать, не трогать. Я пока не готова, если что надо. Зачем мы это делаем? Значит, вы ей не нравитесь. А зачем? Нет, хорошо, ты с человеком четвертый раз уже пришла на свидание. Всего лишь четвертый. Всего лишь. Значит, это парень для времяпровождения. Нет, подожди, если он тебе нравится, допустим, ты зачем ты с ним четыре раза идёшь, что тебе будет копка с какой-то сексом. Ну, вот так. Еще весь вес. Нет, я согласна, что если он нравится, то неважно, какое свидание. Не буду, что там прям надо идти в туалет, закрываться. Нет, тут вопрос в том, что ты говоришь, типа, чувак, не надо. Ты слишком торопишься, потому что тебе надо эту игру как бы сыграть. Если даже нравится, вы же не будете прям сразу сами его обнимать, целовать, фермами делать какие-то шаги. Нет, я считаю… Или вы всё-таки ждёте от него этой инициативы? Я считаю, самый главный момент действительно в том, если тебе, ты с человеком, там, ну, хорошо не первое свидание, не второе свидание. Если он тебе нравится, если он тебя притягивает, как-то психологически, не то слово. Какая-то у вас есть вот эмоциональная связь. Эмоциональная связь, у тебя прям вот хочется с ним быть, мне вот интересно, ты с ним разговариваешь. Ты хочешь, чтобы он тебя трогал. Это важно. Давайте, сейчас, пять секунд. Другой очень вопрос. Ты пришла к ним домой, к парню для времяпрепровождения. Как получилось? Нет. И дома он начинает тебя уже целовать. Мы забежали вперёд. Как-то быстро. Везде, 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 везде. И почему многие девушки такие в этот момент, вместо того, чтобы, собственно говоря, разделить с ним ложи, они начинают домой и нет? Значит, она пришла не за этим. Мы же не так быстро. Я пришла быть честными, девчонки. Ну, нет, ну правда. Смотрите, даже если она пришла не за этим, это возможно, если он проявит инициативу? Это возможно, если у них есть какая-то связь? Да, вы просто так спешите сразу. Первое свидание, потом сразу. Реально, а где конфетный пакет наберёт? Ну, а зачем я пришла? Надо задавать вопрос, зачем? Я вот тебе задаю вопрос, зачем я пришла? Ну, то есть, если ты пришла, значит, в принципе, всё нормально. Надо заниматься сексом. Да, блин, нет. Ну, с какой целью они пришли домой? Ну, у девочек же всё по-другому. Я не понимаю, зачем она идёт. Вот, видишь, нормальный вопрос. Можно смотреть? У девочек такой же вопрос. Нет, можно реально просто посмотреть фильм, мне кажется, у нас это возможно. Ну, можно реально посмотреть фильм, но в 90% случаев, когда фильм заканчивается. Чем заканчивается фильм? В горизонтальном положении. Или вертикально, как кому угодно. Когда вы видите смотреть фильм, вы понимаете? Да, конечно, понимаю. Да не все, не все. Чувак, ну, короче, те, что по краям, слушай их. Это вражеские. Она схватила микрофон, причём все. Я трансферы, да. Потому что они иногда действительно в это верят. Ты всё портишь, смысл портишь. 58-ое свидание, мужчина привёл тебя сейчас к себе домой, пытается тебя трогать. Ну, он же должен это делать. Я говорю, ты всё портишь, не трогай меня. И чувак реально тупит, не трогает. И потом у тебя был такой, что ты выходишь и такой, что ты не трогаешь? И больше не хочется с ним встречаться, потому что ты думаешь, блин, ну, просто. Было такое? Нет, нет, нет. То есть вы всё равно давали второй шанс, да? Нет, был затупок. Ты хочешь его, он тебе нравится. У вас там три месяца вы с ним встречаетесь, он с тобой ухаживает. Он наконец-то решился привести тебя к себе домой. И он ничего не делает с тобой. Ты уже такая и дыла. А он всё равно тупит. Было такое, было такое или нет? Если нет, то так и скажите. Нет, нет. Такого не было. Если не у вас, то у ваших подруг, может быть, у вас там есть. Я точно знаю, что у моей девочки такое было, да. Но дело в том, что моя девочка, подруги всё всегда обсуждают, вот это близкие. И если девочка, даже этого не предполагают, но я говорю про адекватную девочку, она не пойдёт к тебе домой, если она и не хочет. Раз уж она припёрлась, ты говоришь, извините. Ну, нет, даже нет, у меня цель не укладывается. Зачем она идёт к тебе домой, если она знает, что будет, она знает, что её ждёт. Соответственно, если они пригласили тебя домой, и ты пришла, значит, у них есть зелёный свет. Ну да, конечно. А если девочка, вы не устроите себя, то она хочет разбудить вас, наверное, охотничьи инстинкты, типа добивайте меня полностью. Но я вам советую, наверное, держать эту девушку. Лёш, это вопрос. Да, это подходы. Если девушке подходит вежливый парень, то если девушка понимает, что он ей нравится, почему она тогда его тоже может как-то сливать, или это достаточно жёсткие темы говорить, что я не хочу общаться, у меня есть парень, кто и тут думает. Ты уже задал вопрос, Лёш, я думаю, понятен, да, вопрос? Нет, как ты больше тебе понравился? Мне бы вашу самооценку. Да, мне бы вашу самооценку. Хороший момент. Нет, если девушка с удалом. Нет, если, ну, как практика показывает, то что... что у некоторых очень крутая самооценка. Определённый вопрос. Если парень, ну, настойчивый, у него больше шансов. Почему его тогда, ну, сразу не дают шанс? То есть, если парень терпливый, ну, подошёл там, нет-нет, тогда и ушёл. То есть, если девушка приедет и теряет... Извини, извините, как вас зовут? Меня Алексей зовут. Алексей. Она по умолчанию идёт. Живак, вежность — это не самое единственное и важное качество, которое не позволяет. Скажите ему, расскажите, что он может не всем нравиться. Он просто не в курсе. Вы можете ему честно... Что вы думаете, кто он такой Алексей, кем он работает? Вопрос вообще не про меня. Про кого? Про кого что спрашиваешь? Для статистики. Про парней, которые буквы трёх и нет получали телефоны. Что, что трёх и нет? Ну, из Афи группу подходили к девчонкам парням. Вот какие-то задания были добавочные, да? Да, задания. Реально? Есть ещё вопросы? Просто задания. И, соответственно, их несколько раз отшивали, но потом всё равно давали телефон. Потому что надо быть настойчивым, правильно? Хорошо, можно ли я такой вопрос задам? Лёш, тебя прерыву. Сядь, пожалуйста. Я сейчас уже ответим. Просто долго. Надо всем парням дать возможность. Бывает ли такое, девушке, что вы даёте телефоны, чтобы он вас отъебался? Да. Лёш, есть ответ на вопрос? Лёш, прости. Я думаю, да. Это вопрос от Ивана. Ваня скажу. Девчонки, как вы относитесь к мужчине, который старше вас? Я думал, ты скажешь, что церковь 10 раз. Что ж, всё об одном давай. 25 и 33, 27. 25-33 — нормально. Какая разница в бодрости для вас приемлемая? Я могу обратно слышать, как Юра сегодня про этот день говорит. Может быть, вы скажете что-нибудь про этого типа? Считай, пожалуйста. Давай ответим, потом скажем. Какая разница в бодрости для вас приемлемая? Давайте прям по порядку сделаем право. Мне кажется, это вообще абсолютно индивидуально для девушки, для любой. Это никак не сложно, сколько у всех. Полина, твоя версия? Я не знаю. Ну, лет 7-8 нормально. Индивидуально, абсолютно согласен с Полиной. Может, я ещё скажу, короче, у моей жены есть подружка. Она стала сейчас с чуваком, который старше был её на 8 лет. Она держала, короче, 2 месяца. Я старше своей жены на 13 лет. Ну, да, да. Она смеялась на своей подружке в 8 лет, он же старый. Мы начинаем общаться, она потом в контакте говорит, как я увидела, я чуть не упала, а всё, я уже влюбилась. Вань, я думаю, из этого ответа понятно, что у всех индивидуально. То есть у кого-то там 3 года может быть кто-то тебе скажет, а кто-то скажет 13. А кто-то скажет, не 13, а 3, а потом женится, вернее выйдет замуж за 13. Предыстория такая, что Ваня, очень добрый парень, да, вот прям вот. Но почему-то вот эти московские тёлки, они в него как-то реагируют, скажем, у него хуже статистика вот хорошей реакции на него, да, что-то он не так делает. Мы вот смотрим, смотрим, как бы есть версии, но может у вас и свои. Поэтому Ваня думает, может, я там какой-то взрослый, может, это старый выглядит, может, ещё. Я думаю, вопрос и с этим родился. Что скажете? И, пожалуйста, по возможности дайте честно обратно сказать, пускай она будет здесь не приятная, но она будет честная, потому что он, как бы, нам задаёт вопрос, и мы ему отвечаем. Можешь человеку сказать, в чём за ты, как бы послушать вот женскую, вражескую сторону? Изменить выражение лица. Какое? Выражение лица. Что с ним не так? Что с ним не так? Вот у вас выражение, можно, но ты? Да. У тебя выражение лица такое доброе прям. И действительно, вот московские тёлки, абсолютно верхное определение, они сразу как-то в мути. Нужно соответствовать эмоционально, к человеку, которому ты подходишь. Если это добрая и милая девушка, соответственно, нужно так же себя вести. Зао что это павっぱ на стерва, то нужно на том же уровне. Если ты видишь, что она конченная сука, да, так не подходишь с таким лицом од Leümко. По-другому ты никак не войдёшь в человека. Раз however gay такого плана. По-другому так хмурился получается. Ну, да, и слышишь ты их резко? Если ты видишь такую девушку, как Полида, ты к ней, говорю, привет, Мила. Если ты видишь такую девушку, как Юра… «Молодые нравятся?» «Молодые нравятся?» «Молодые нравятся» «Ну понятно» «У тебя сколько лет?» «Сколько тебе лет?» «Мне кажется, он мальчик» «Здесь очень поздно» «Взрослее выглядишь» Ну да, я, быть честной, в лет 45 я делала. Что и мы с этим сделали? Здоровый образ жизни. Мне кажется, надо набрать вес и пойти в зал. Да, тебе надо накачаться. Да, серьезно. Можете снять пиджак? Пиджак снять, можете? Пиджак что? Снять пиджак. Подари. Конечно. Ну да, если в зал, на массе посидеть. Надо набрать маску и накачаться. Мамочу мужику дать ему хорошую обратную связь. А так по стилю все, мне кажется, хорошо по одежде. Надо просто заняться своим телом. Понятно, не животное брать, а маску. Бей в гугл, как сесть на массу, ешь белки, занимайся в зале. Ваня, ты готов пользоваться? Да, обязательно здоровое питание. Сейчас послушаешь, да, да. Потому что все равно в первую очередь смотрят на внешний. Да сейчас ты даже, Ваня, как Юра говорит, встань вот так вот, хуем с ними поговорить. То есть ты даже на участке стоишь, вот как будто тебя, вот знаешь, вот директор наказывает за бой. Вырослайся, Ваня. Да, надо внешность сначала взять, а потом уже девушка будет на то, что ты ей говоришь. И будь такой более лайтовый, такой, знаешь, там, ну, не зажатый такой. Это все с опытом против. Потому что у тебя вообще мышцы нет, я так даже не смогу, ну, прям вообще ни одна мышца не двигается. Да, получается, да, то есть вот ему надо с этой невербаликой что-то сделать. Да. Когда он поменяет внешний, он начнет с собой внешне работать, у него будет уверенность. Давайте, девчонки, смотрите, у меня вопрос можно? Короче, вопрос, баба, насущная тема, у нас были уже девчонки. Сколько должен мужчина зарабатывать в месяц, сколько он должен на вас уделять? Критично ли это для вас? Для меня вопрос, денег вообще не стоит так остро. Видите, насколько разная с дневными женщинами? Какая-то работа или стабильное занятие, которое он приносит доход. Потому что он не был каким-то распиздяем, который ничем не занимается. Который сидит на диване, знаешь, что? Да, то есть ни к чему не стремится. У него должна быть как дать, даже если у него, грубо говоря, сейчас нет денег, но он там стремится, когда у него какая-то цель. То есть цифры ты можешь не считать, но он должен себя уверенно чувствовать как минимум финансово. Глупо говоря, да, если мы пришли в ресторан, он меня пригласил, мне не надо было платить, у него нет сегодня денег, пусть он найдет возможность их заработать. Ну, то есть должна быть какое-то отношение, ответ с ним. У меня, ну, блин. Если хочешь сказать, блин, я хочу, чтобы 500 заработал. Да, можно? Мы ждем какие-то ответы. У нас все детки с утра не стеснялись вообще, когда я скажу, что это меньше ляма даже не подходила. А где бы ты их нашли? А, ну, тут то, конечно, тут туда, понятно. А, ну, тут то, конечно, тут туда, понятно. А, ну, тут тоже мы рассматриваем как опыт, ну, твой. Ну, парни будут встречаться, да, с разными девушками, поэтому важно. Кому-то нравятся такие, кто просыпается в этих отелях там. Ну, пока есть спрос, есть предложение. Пока есть такие девушки, плохокими парни. Это нормально. Все-таки ваши цифры. Ну, у меня, я как бы, я для себя как бы определила, что, наверное, какой-то средний уровень дохода, около 180, ну, там, если это совсем молодой, но начинающий путь, как бы, я увлекаюсь просто немножко так психологией. И говорят, да, что нужно видеть в человеке потенциал, если ты его правда видишь, что он к чему-то стремится, он чем-то занимается. Пусть у него в спорте результат еще где-то. Но сейчас, грубо говоря, он там 50 зарабатывает, вот, но ты сможешь этого мужчину смотивировать, помочь ему и расти вместе. Ну, как бы, у меня такая позиция. Сам, Полин, смотри, такой вопрос. Как ты определяешь, есть у него потенциал или нет? Достаточно ли ему будет только словами это показать? Ты знаешь, я там мечтаю стать предпринимателем, там, жить в центре Москвы. Или ты как-то определишь по другим? Критерия определения потенциалов. Да, нет, как раз я вот опять же, да, тренинги, которые слушаю по психологии, учат, ну, говорят, что нужно спрашивать про достижения мужчины в прошлом, его план на будущее и то, что он сейчас уже чего добился. Потому что если он только говорит, я хочу, хочу, а по итогу него ничего нет, вообще никаких там, ну, результатов. Соответственно, я подготовилась. Ну, я считаю, что не богатство важно, а отсутствие жадности. Ну, это правда, да? Это вообще на самом деле ключевое. Кстати, не каждый не сказал, сколько на вас должен тратить ваш мужчина. Я объясню, почему я не буду говорить об этом, потому что были серьёзные отношения в дворах. И первый парень был очень богатый, он был старший меня на 6 лет. Сколько зарабатывал? Раз уж, знаешь, что такое очень богатство. Для нас, для простых людей. Примерно там. Порога сидит рядом, где сейчас нас смотрит. Как ты думала, что он сейчас смотрит? Нужно все ракеты, что ли? Серьёзно, покажи, где. То есть, в отношениях, когда мы уже были вместе, я смотивировала его открыть новый проект. И доход тут даже удвоился. То есть, ну, больше полмиллиона. Женщины такие интересные, мы тут смотрели недавнюю передачу психологическую, там, этот. Короче, когда какой-то пиздец, это мужик виноват. Когда чё-то какое-то достижение придёт? Я тоже поучаствовала. Как это сказали, это и правда, но иногда девушки приукрашивают. Мы дослужились на подполковку. А мне нет смысла утрировать сейчас. То есть, я не преследую какой-то цель кого-то здесь удивить. Вообще, они преследуют абсолютно. Я говорю так, как есть. Ну и вторые были отношения, когда парень был достаточно молодой, и он потихоньку развивался. И что вы тут сказать, со вторым парнем не было комфортно. Почему? Потому что он был внедренный. То есть, действительно, какие-то мои интересы закрывались. И мне было очень комфортно. Какое самое... Ну, короче, не связано с деньгами, а связано с тем, готов ли он. Если ты его вдохновляешь, он на тебя тратит деньги. Конечно. Он зарабатывает на этой энергии, и всё круто. Да. Это отношение к деньгам, наверное. Какой самый дорогой подарок вам дарили парни? У меня кольцо. Интересно. Какое? Ой, ну у меня... А на самом деле, было под скидки, я... Ну, 2 500, да. Давайте вопросы, ребят, интересные какие-то. Но оно больше 200, как правило. Нет, у меня там попросов скидка была, 35%. Ну, хорошо, да. Вообще, мы их туда шли, и я питаю... Я не знаю, мне ничего так... Они сидят в молчатках в первый раз. Бывайте, что вообще какие-нибудь просто конкретные вопросы у тебя, блин? У меня скромный был подарок, просто айфон, так у всех, и всё. Ну, самый дорогой. Ну, да, айфон. Ну, а что вы хотите, там, машину услышать? Нет, нет, как-то нет, реальность. Ну, айфон. А у тебя? Айфон, да, у вас, да? Самый дорогой? Да. Ну, вот как раз мой первый парень подринул Новый год шубу нарковую. Ну, это... И я что хочу сказать, вот эти вот машины, квартиры и так далее. Вы, наверное, все понимаете, кому и за что играли. Я как раз хотел сказать о категории. Ну, это уже... Киндер-эми и так далее. Ну, это правда так. Ну, это на самом деле... Да, я думаю, что, когда девушки говорят, чтобы парень был нежадный, это не обязательно, чтобы... Так, шубу там, давай, будет так. Где шуба, я не понял. Просто иногда еще, можно добавлю, когда, да, девушка говорит, да, где там шуба, иногда это понятно, что приятно только подарки, ну, просто внимание, подарки, но так как мы, девушки, слабые, все-таки существа, нам еще приятная, как бы, помощь. Ну, то есть... Короче, дайте я вам вставлю свои пять копеек. Те женщины, которые здесь были с утра, да, они немножко там другого клада ума и так далее, то есть там других ценностей, то есть по этим видно, что они простые, да, это я сейчас постепенно обсирается, это комплимент. Ну, приятный. И, соответственно, тоже уровень подарков, то есть если вы спросите тех девушек, да, что вы дарили, они, ну, даже если это будет и правда, и неправда, они любого человека. Мне дарили там, мне дарили русс-рочню, я не взяла. Ну, какой-то другой уровень подарок. Мне там дарили, он просто, ну, в принципе, может, даже и так, но, как бы, почему с ними так происходит, потому что, как бы, те, они себе адресовали этот портрет этого чувака, с его аудиторией, какой там должен быть, как-то, да, олигарх при олигархе, то есть они вычислили, где они еще раз переводятся, и они специально туда ходят и ведут себя еще таким образом, чтобы вот прям вот, сука, дешевле, чем взрослой, чтобы не одна из них, прям, как бы, даже в Даниле. Эти девушки другие, то есть, понятно, что это, ну, как бы, и это вообще, в принципе, вот, две разных планеты, да, то есть те, которые были там и которые здесь. Но я к чему, что когда вы будете это все практиковать, у вас будут попадаться и такие, и такие. И самое интересное, что не всегда они прям четко отличаются внешне, что там вот какая-то идет шуба пиздячина просто, ну, как бы, сапога, а это вот там, в пуховичке, там, с тренировкой. Иногда ты подходишь к шубе, и она нормальная внутри, как человек, а иногда ты подходишь к какой-нибудь пуховичке, спортивно полить тренировку, она там первое слово скажет, купите мне копии, как вот это сегодняшний план будет. То есть, ну, вы должны понимать, что будут и такие, и, дай вам Бог, таких побольше, да, и те, как те. Да, Вань. Несанки, в какой момент у вас в основном принимается решение, будет у вас секс или нет, там, конкретно, ну, больше части этого решения. Во время знакомства, во время свидания, там, или как бы, когда про настойчивость. Во время такой пистолет, я знаю. То есть, сегодня точно будет, да. Можно решать, если вы будете с этим парнем или нет, вы хотите его или нет. Там, у меня с самого начала. В принципе, зачем тогда продолжать знакомство, да? Если ты дала номер телефона, то, знаете, это возможно, да. Это не про нас и телефоны. Какой ты умный. Обратите внимание. У него все будет хорошо. Нет, это не так. Нет, не про телефон, нет, я отвечаю, нет. На самом деле, это тоже по девушке. Возможно, не секс на первом свидании. Не встречаю. Нет, мужчины и женщины. Конечно, такое может быть. У меня лично нет. Но у меня есть знакомые. Я тоже говорила, они прям у тебя. Нет, правда, нет. Ну, как бы, я просто нет. В общем, в принципе, такое бывает, да? Вообще, ну, правда, у меня есть такие. Не умирало такого. Ну, они живы, да. Я считаю, что это... Правда, у них трудите. Почему-то нет, почему-то... В 17. Типа, церковь, я просто знаю, что там такое... Как это вот в обществе так. У нас с этим нормальные отношения, к церковь, я просто знаю, с нормальными обстоциями, это как-то ты подносишь, ну, ты что? Ну, мы же так, мы же должны сломать, или от себя, правильно? Вы должны говорить то, что... Я говорю то, что я думаю, что я не считаю, что если даже это случится, что все, девушка, там, какая-то не такая, что там, она проститутка, или там... Там же основная... Да, идет то, что, значит, она так легко доступна, и вообще бред. Может, и хочется... Она просто позволила себе проявить свою сексуальность, правильно? Ну, больше, да, чем нет. Она же не сама на чувака-то запрыгнула, по-любому же он должен быть таким... Ну, да, тут еще может быть вопрос то, насколько они серьезные отношения, и там, я не знаю, в каком месте это произошло. Роман, курор. Ну, да. Потом они съехались через неделю и начали жить. Видите, такое же можно? Может, нет. Потому что... Так, побывай, наверное. Так, и вы думаете, что скорость... Да? Да? Ну, я только... Я считаю, что это вредно. Вообще, это нам вообще вредно. Это абсолютно ничего. Что-то вообще никак не вредно. А мне нравится, что мысы и мужики, да? Он здесь концентрация высина, зашкаливает. Значит, слишком много думает. Четыре, пять, 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 пять лет в неделю в одном кабинете. А где ноги? Это тоже здесь? Нет. Ленин здесь. Товарищи. Товарищи. Каким мужчинам хочется вам нравиться? Любое, все, что... Вообще любое. Характер, внешность, нарезина, поступки. Да, на какие-то профессии не знаю. Все, что... Мне кажется, что самое личное для меня, самое сексуальное, самое... Вообще, суперское в мужике, это вообще самое сексуальное, это мозг и чувство юмора. Нет, просто я, чтобы всех охватить. Чувство юмора и ум. Причем ум должен быть не в каком-то одном. В чем конкретно? В чем-то конкретно? В чем-то удивить, чтобы сказать необычно, что это интересно. А как же самоуверенность? Как же фрутальность? Ну, это вот уже не относительно. Нет, еще у всех по-разному. Уверенность это топ-5 качеств, правда. Самое уверенность, ребята. Это ребята, давайте по одному. Главное, чтобы они не зашкаливали. Что это? Самое уверенность или уверенность в себе? Уверен в себе. Как ты определяешь, что парень уверен в себе? Какие признаки? Он не боится, что он скажет. Там девушки не понравится. Он может тебе сказать даже не то, что комплимент, а погибайте, типа, слушай, у тебя сумочка на батон, похоже. Не, ну иногда можно. Ну, ты сейчас сказал лайтовую шутку, на которой я тоже могу посмеяться и не обидеться. Ну, конечно, это нормально. Не боится тебя потерять, потому что высказывает свое мнение. Это даже как-то, знаешь, привязывает. Это тоже признак уверенности. Ну, когда парень с девушкой на друг другом стебутся, это вообще норма. Еще как-то, понимаешь, что он уверен. Уверен в себе? Да. Ну вот, он что, ФСБшник? Ну, смотри, он реально не боится вообще никак общественного мнения. Вот вообще никак. То есть, не знаю. Что подумают люди, да? Ну, приватная. Давай здесь 50. Не, не, не. Вот как же надо. Не знаю. Вот, допустим, Олег, да? Олег? Ваня. А, извини, Ваня. Вот, не знаю. Не знаю. Вот, допустим, Ваня сказали, у него там рубашка некрасивый цвет. Он сказал, да мне похуй вообще. Какая у меня рубашка. Мне нравится моя рубашка, вот и все. И это такой самый легкий пример, который я только могла сейчас придумать. Насколько не решают шумовки, это решают? Вообще не решают. Надо, чтобы нормально выглядит. Так, вообще игре с не решает. Ну, практически. Ты считаешь, что это вообще не решает? То есть, он до тренинга? Вот это он до тренинга? А это он после тренинга? Нет, ну, это да. Я про себя лично скажу, что стиль. Вот реально нужен стиль. Мне нравится. Короче, шумовки все равно в играм какую-то роль. Не знаю, как девочкам, мне, да. Это может быть вообще куплено, не знаю, в Zara-Man, но это будет реально круто выглядеть. Я даже не про Zara-Man, я про Zara-Man. Он Zara-Man. Ну, я... А ты фотографии снимал? Да, я посмотрела. Подсмотрела. Вот так вот, да? Да, я видела. Fucking Man, а это стал уже Zara-Man. Fucking Man. Ну да, ну, понятное дело, что... Ну, элементарно. Господи, включите паузы. Я же показал своего любого. Там такое сейчас всплыло. Ну, вот, действительно. Ну, честно, вот, не знаю, темная вода... Темная водолазка, ну, да, ребят, ребят, вот смотрите, до и после. Ну, мне кажется, знаете, брать мнение в шутках, мне больше нравится какой-то классический адекватный сфиль. Casual. Да, да, да. Ну, да, раньше шахтать просто обжарить. Про шахтать, раньше. Я в таком ходе. Вопрос про внешность. То есть, какую роль для вас играет внешность мужчины в контексте, там, лица, типажа? То есть, если там женщина в отношениях... Есть у меня такое, что там переживаете, типа, у меня мужик стрёмный, или там... Мужик красивый у меня. Красивый обезьянный насрать, главное, что у меня такое классное. Давайте поочине делать еще. Я считаю, что это очень трудально, для каждой женщины. Лично для меня, я считаю, что мужчин должен... Я вообще как, в принципе, человек идеален. Я считаю, что мужчин должен для себя держать формы. Ну, по крайней мере, там, не говорю, что он перекачан, там, супер, как будто... Ну, по крайней мере, ходить на судьбу, даже не так. На борусь. Да, просто сиди за собой, имеющийся форму хорошую, развить, потому что ты делаешь фигуру. Я, наверное, здесь добавлю, что в этом точно не было. Тебе, например, парень не понравился, да? Ну, ты, ладно, пошла на первое свидание, но потом он раскрылся, ты видишь, балл. А с ним, ну... Зачем бы она пошла на первое свидание, если бы не понравилось? Нет, я поняла, я поняла, что у меня здесь есть. Это потом, а, а, перец не совместит, что у меня классный. Нет, да, классный есть. Такое чувство. Да, ты начинаешь с ним общаться, и мы вообще не думали, есть, как он, интересно, какой-то вот там быть. Ну, вот, ты разговариваешь, реально, и мы думаем, вообще, где она классная, но они не классные, но реально классные. Еще относятся к тебе прекрасно, да? Как он заботит? Сейчас вы же спросите, потом. Да, подождите, у нас летчики, у нас моряки, короче, у нас не сериал, и у нас интересы. Цвет нации, я бы дам. Ладно, для кого-то. Представьте, что вам 18 лет, как вы хотите, чтобы вас нашли детство. Понятно на твои интересы, шелунишка. Представьте, что вы ездите, как бы вы хотели, чтобы это произошло? Ну, первый раз, наверное, у вас не надо. И нигеров не будет. Нет, не нажимай, не нажимай там, не знаю, взять, там, занять, не подстраивайся. Ну, чтобы все было романтично, красиво, чтобы человек, да, подготовился, ты чувствовал, что он постарался. Ну, в этом. Ну, если тебе повезет, и ты встретишь все-таки 18-летнюю девственницу, то да, сделай все красиво и романтично. Ну, правда. Сделай все красиво, романтично, но, хрен знает, нужна тебе эта ответственность, нет. К вам подходит пообщаться чувак, который, ну, познакомится с твоими именами. Офигенный, бутальный. Я знаю. Вот, к примеру, я, да. Все круто, мы там общаемся. Вы просто поделитесь своей самооценкой, реально, ребята. Она сейчас такая. Вот мне бы твою самооценку вообще в шоке. Смотри, сейчас вопрос другого немножко. Да. Вот ты общаешься, получается, я, например, начинаю тебя трогать, я тебя там обнимаю, держу за ручку, целую тебя, к примеру, к снегу, боку, к чечку. Вот. И я тебе понравился, я тебя заинтересовал, но при этом, то есть, когда мы разбежались с тобой, взял телефон, там, писали, ты друг, и так далее, ты идешь, ты знаешь, блин. Вот он не понравился, классный чувак, но я, короче, много ему позволил, и, наверное, все-таки, короче, я не буду там вызваниваться. И тут и я, так интересно, не вызванивался, хотя у меня такое очень часто было, после этого, это единственное такое, что нет. И, ну, то есть, типа ты там показался какой-то сильно доступный, и поэтому ты сливаешься после этого, хотя чувак тебе понравился. Возможно такое? Возможно. Да. Да, вопрос сейчас коротко сформулирую. Не нужно перебарщивать, я так понимаю, да, то есть, как-то вот немного кайдести социума, но все-таки показать, что... Сейчас коротко я сформулирую, Сань. Давай, да, вот, сформулируй. Короче, возможно ли такое, что парень может, он классный, уверенный, но он может переборщить в какой-то момент. Конечно. Да, да. Мне кажется, это никто не застрахованный, и девушка. Есть партийка, правда. Мадемуазель, простите, можно я потрогаю ваше сердце? А был секс между женщинами и вами? Словать еще очень хорошо. Имеете ли лесбийский опыт? Да. Нет. Просто ты так, я прям сейчас пыталась полапать заново. Да? А вы так не делаете? Словашки. Словашки? С баллонками. У меня весь список тут суслики и еще, конечно. И ено. Для корпуса нам нужно было выбрать корпус. А, вот как все корпусы. Это была свадьба. Я просто и, короче, мы целовать для этого. Я бы еду. По Айна-пу, короче. Каждый раз ты рекламируешь меня Айна-пу. Вы меня это делаете, естественно? Мне было бы с ним. Я был бы молодым. А ты нет? Да. Давайте вопрос. Ваня, вопрос. Вопрос такой, ну вот, например, транспорт, там разговор сегодня был про взгляд, то, что улыбки, какой-то есть контакт. Вот как было бы предпочтительнее для вас, чтобы мужчина сразу встал, например, подошел или не вставал там как-то в формате при людях, которые вокруг. Или дождался, пока там выйдешь. Но опять же, тут могут... Вопрос мне другое. Да пофиг на людей, мне кажется, в такие моменты, когда тебе кто-то нравится. Увидел, подошел сразу, прямо в огонь. Ну не прямо сразу, а заметил твою отдачу. Когда девушка сидит, к ней подходит Ваня, и она стесняется мнения окружающих, потому что сейчас Ване дам телефон или что-то, а она не к нам охотра за ее телефон. Она сама зависит от того. Это бывает, да. Да, да, бывает. У меня в работах. Как избежать этого, то есть, Ваня, я так правильно к нему, к нему, к нему, к нему, к нему, к нему. То есть, чтобы познакомиться, как бы понастаивать люди, но при этом, как бы... Пока она думает, пока она думает в голове, нужно понастаивать, наверное. Ну, у меня так вот недавно произошло. Вы видите в огонь, и вот смысл наставить его, то есть, вы властей, ну, может быть... Да, никакого смысла, конечно, лучше вообще... Смысл в том, чтобы телефон... Телефон... Нет, никакого смысла. Может быть, лучше раздражать. Телефон... Мы говорим про то, вот девушка едет в вагоне, она стесняется, да? Какой смысл наставит? Нет, сейчас Полина говорила немножко не про то. Вы видите, что идет мыслительный процесс, не надо полностью доверять ей, что она сейчас примет решение. Вы все-таки немножко ей помогите. Ну да, потому что она скачает, может, девушки... Поглядывает? Ну, толпа, короче, вагон, я тоже стою, улыбаюсь, как... Помогите, я не приеду. Я беру руку, раздвигаю толпу, подхожу к ней, говорю, привет, классный, отличный разговор, она отличная жизнь. Какая джиммель. Я говорю потом, в конце, моя станция, давай я запрещу твою номер, она беспрометает, я беру свою щеку и выхожу. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Девчонка была... Ну, тут опять же ответ такой, у каждой индивидуально. Это зависит. Кого-то не будет шмарить, кого-то будет. Надо пробовать. Поэтому лучше не рисковать. Смотрите, девчонки, если вопрос такой, вы увидели, что парню понравились, он захотел там подойти, но при этом он первый порыв продупил, грубо говоря, и потом решался, решался, как вы к этому можете сделать. Я нормально. Я абсолютно не знаю. Короче, у мужиков есть такой таракан. Они вот, например, мы стоим втроем, я говорю, вон девушка, давай подойдем. Так она уже спалила нас. В смысле спалила? То есть, я так понимаю, что теперь, если она увидела, что мужчина смотрит, а подходит не сразу, но там через минуту, то все, у него шансов нет, что ли? Ну, это такое же, опять же, это такое мнение. Ну, то есть, ты считаешь, что это хрень, да? Да, это хрень. Ну, ты там как считаешь? Нет, я хочу, чтобы они от вас это услышали, что это хрень. Ну, это, конечно, глупость. У них есть такая шансовка? Она же уже спалила, все, куда идти? Да нет, все забрали. Она спалила, ой, все. Типа за три секунды она решила. Муравейка такой. Девушкам интересно было, что они тоже увидят, что не понравились, но еще как-то там реагируют. Чувак все-таки решился, наверное, не подошел. Так, давайте еще два-три вопроса, прям, и будем завязывать. В общем, вот такой вопрос, допустим, парень в городе на парень. Это Пашу. Он на гостях. Парень на парень, если он с вами познакомился, вы об этом знаете, и у вас вот этот парень к сексу, то есть он двинется немного в сторону. Вы знаете, что он уедет, но он вам понравился. А он вернется? Полин. Он, кстати, в Лос-Анджелесе живет. Я не про это. Я не про это. Я просто правда познакомилась вот в метро недавно. Ты же моя маленькая. Господи, они приехали. Я тебя успокоила. Нет, я к тому, что у меня нет. У меня, да, сдвинется к нет, потому что у нас-то программа на серьезные отношения. Поэтому. Какой цели смотрят? Да, да. То есть можно было бы сексом заняться, если крутой чувак, да, он уедет и уедет, и кто-то будет что-то, да? Да, может быть, потому что встретимся есть. Ну, еще раз. Через 12. Через 12? Да, когда будет муж, трое детей, и он такой возвращается. Я вернулся. И ты такая, welcome. Да, просто такой вот, пообщались, например, ну, просто берем личную ситуацию, пообщались с мужчиной, понравилось, все классно, отдали два года. Потом видите, что он подходит к другой девушке. На вызван это сильно повлияет, или наоборот какую-то конкуренцию больше повысит интерес? Нет, вот сразу. До свидания. Нет, вот сразу. Да. То есть, а почему-то, да, когда вот вы с Матимати много телочек, все равно все продолжают... Почему-то у тебя одна телочка. Ну, давай не будем так. Ну, думаю, что так. Ну, да, да, вот продолжение. Это тоже человек. Это будет какой-то крутой чувак в такой месте, там, Криштиан Роналду, но это же, ну, сравниваем обычного парня. То есть, подойдет Ваня к вам знакомиться, все классно, потом видите, как Ваня знакомится еще с одной телочкой, вот такой, то есть, все, короче, Ваня обречен, да? Да, да, конечно. Если Ваня будет Иван Сука-Дорн и делает то же самое, это повысит шансы, что все-таки Иван Сука-Дорн не обречен, а вы все-таки вызвали здесь. И не будете спорчивать, а что это ты подходил? Слышь, Ванька? Я в США, это влияет вот это вот. Нет, на меня влияет. А почему? То есть, получается, двойные стандарты какие-то. Потому что там люди более испорчены из тех кругов. Ну, конечно, мы не сможем. А им можно простить, да? Нет. Абсолютно не так лично у меня. То есть, если парень реально классный, можем даже сказать крутой, давайте будем говорить богатый, холостяк, заядлый. И для меня это как не то чтобы цель, то есть, если он знакомится с какой-то девушкой, я должна понимать, что чтобы выбрать меня, чтобы у нас не получилось, какие-то отношения и так далее, я должна быть лучше, элементарно. И это меня двигает на то, что я начинаю ещё жёстче заниматься над собой, ещё жёстче себя ограничивать, не знаю, в еде, дабы очень полезными. Нет, а если человек тебе звонит потом через неделю, то есть, ты же встретишься с ним, да? Я с ним встречусь, и когда он поймёт, что я охеренная, он забудет про этих девушек. А если нет? Когда я не буду говорить. Ну, вот это, кстати, она охеренная такая, причём мужская больше позиция, да, такая, потому что она, я как думаю... Это не мужская позиция, это позиция нормального, адекватного человека, конечно. Активная, я бы назвал, да, потому что она, как я думаю, тебя рано или поздно приведёт к твоим целям, да? К успеху. А вот так реагировать, о, такой он ко всем подходит, ну его нахер как бы, ну ладно. И пошла жрать в мак, допустим. Да, да. Пошла жрать в мак, ну не, ну парни, реально. Да, я бы вот, Полинам, если наоборот, вот существует такая ситуация, к вам сегодня подошёл один парень, со вторым вы всё, вы больше не будете знакомиться? Смотрите, такой ещё момент. В Полине всё ясно. Нет. Момент такой. Вы просто так сказали? Если он познакомился с одной девушкой, а вечером, да, там, с другой, я потом не узнаю это одно. А вы сказали на моих глазах? Нет. Смотри, Симичка, смотри. Нет, ну это же не уважение, ну это не уважение, это не красиво. А он тебе ничего не обещал, по сути. Ну и что? Он с тобой на Никольской познакомился, ты такая, идёшь к метро, сука, так это же не уважение. Если не думал, тогда... А если, например, у вас там есть несколько человек, с которым не вы общаетесь, это нормально? А почему не нормально? Да это нормально, нормально. Лучшие друзья девушек, это варианты. Если человек в итоге... Если человек в итоге выбирает... Ну как бы на начальных этапах это у всех все понимать, что все выбирают. А если в итоге ты в приоритете и всё время там с тобой проводят, то... Ну давайте так, для девушки всё-таки важно, чтобы она была индивидуальной. Ну конечно, а для мужика нет, типа... Пошла там. Парку скинь, потом с кем ты там, да? Полину. Абель, ты начала рассматривать, где это? Почему ты смотришь на себя на ноги? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, она что-то скрывает. У тебя 15 лет, а не гулял. Кого сюда послал, и не у себя пройдет? Вы хотите девушек пригласить? Все-таки спалилась. Да, когда их два. У меня тоже неплохо, кстати. Пертикалочка, кстати. Делаю вид, что этого не случилось. Ребят, подождите 5 секунд. Ну как бы в целом нет. Ну на там сколько-то. А чем больше, тем больше. А мы частям норм. Сейчас подожди, ты ответи. Ну 8 процентов. Я не знаю, блин, это такой странный вопрос. Если не совсем там все плохо, то как бы что-то в порядке. Да я откуда знаю. Я не знаю. Главное, чтобы умел пользоваться. Ну правильно, да. Это да. Хорошо, и дальше. Главное, чтобы умел пользоваться. Идем. Бывают ситуации вроде, где нормальный человек. Андрюха. Все нормально. Андрюха, сразу видно, что нормальный человек. Спасибо. Не за что. А тогда все. Подскажу, что там у тебя, девчонка, по-разному, кстати, разных уровней. И вот бывают их среднего уровня или выше, особенно среднего, и вот прям люди с ним матами отвечают. Вот как мне нужно реагировать? А ты тоже подходишь, эй, сучка. Андрей, у тебя еще есть какие-то варианты, как на это реагировать? Андрюха, ты серьезно? Где твое самоуважение? Если она тебе сказала, что там матом, ты ей говори, слышишь, ну до свидания. Когоого черта ты вообще разговариваешь со мной на таких тонах? А я бы на его месте брал вот зад, и вот так женщина разрывалась. Ну это уже он утрирует, конечно, шутки и так далее. Я тебе серьезно говорю самоуважение вот на первом месте. Он такой добрый, он подходит, улыбается, значит, и поразительно, что попадаются девушки, которые, причем, вот такого, какого мужика, да, здоровенного. Он еще реагирует так, типа, это. Ну, разные какие-то, конечно, бывают. Да, смотрите, ребят, ну, понятно. Может, слишком навязчиво это было. Нет, сейчас, пожалуйста. Есть отношения на это, которые не надо никак обрабатывать. Надо себя уважать, и если она что-то выебывается, ебало, скорчево, грубо говоря, еще и матом посылает. Ну, может, это просто убедит тебя. Да? Я с Денисом абсолютно согласна. Идет нормально. Не надо все для себя принимать. То есть в ней, в этом случае, в ней проблемы. Да. В этот момент, может быть, где-то в знакомстве, вам интересно было бы отвечать на вопросы, то есть, как дела, какой цвет видишь, там, когда идешь, что делаешь, или вам интереснее, я бы спросил, какие-то предложения о себе, какие-то комплименты, когда что-то вам вываливается, что-то вам вываливается, что-то так надо уже. А вас, когда? Вообще, можно путь? Не нужен вопрос. Не как дела, пусть будет. Нужно поговорить о чем-то нейтральном. Не надо, да, и может быть, нестандартный. Ну, типа, не надо говорить то, что, слушай, у тебя такой нос красивый, или вот это вот родинка меня так зацепила, это все бред. А если он тебе говорит, что у тебя сережки похожи на какой-то там орден черепашки? Ты смотри, смотри. Орден черепашки? Это не персень, это колечко обычное. То есть, он говорит, рассказывать о тебе что-то необычное. Не про то, что там нос у тебя, там родинка. Нет, это даже не запоминается. Ну, что, что он мне такое скажет? Нет, девчонка красивая, она и так знает обо всем этом. Вы должны говорить о чем-то нейтральном. Вот у тебя есть какие-то классные, интересные истории из жизни? Ну, вот и все. Ты просто скажешь, я приехал с Лос-Анджелеса. Ты реально приехал с Лос-Анджелеса? Ты реально приехал с Лос-Анджелеса? Ты вот девочке говоришь, что, я это просто ради уточнения задала такой вопрос. Ты просто девочке говоришь, что, слушай, вот я, допустим, там-то учусь или живу, хочу я тебе кое-что расскажу, какие-то прикольные моменты. Потом ты начинаешь ей говорить, что там есть интересного. То, что я путешествую и так далее. Ей будет это интереснее. Как это донести-то? Я иду по улице, ты мужчина, я женщина, я иду. Привет, красоточка. И ты мне сразу говоришь. Вот и поговорили. Да, привет, хорошо. Как дела? Давайте, я вот уже, я не знакомлюсь, молодой человек. Не знакомишься? По какой причине? Нет, остановись, пожалуйста. Слушайте, у меня мало времени. Хорошо, у тебя сзади спина грязная. Я сзади. Я с работы, это два инстанция кручения. Ты с работы? Блин, ты, наверное, очень устала после работы. Пошли выпьем кофе. Вы знаете, но у меня совершенно нет времени, и мне надо идти. Это займет буквально 5 минут. Это будут самые лучшие 5 минут твоей жизни. Вы уверены? Что? Вы в этом так уверены? Я в этом уверена. Сколько стоит твоя минута? Ты считаешь, что я продаю? Нет, нет, вы же идёте после работы. Вы же идёте после работы. Нет, я устала, я хочу... А ты что на лыжах? Вы же идёте после работы. Сколько часов вы там были? Мне не важно, что у вас есть молодой человек. А мне важно, что у меня есть молодой человек. Я храню имя верность, не хочу общаться с незнакомыми. А мне не важно. До свидания. Мне не важно, что у вас есть молодой человек. Он в церкви парень относишься. Это в принципе повышает шансы. Нет, просто парень, он может познакомиться, не знаю. Допустим, ты ко мне подошёл, познакомишься. То есть, в какой момент ты будешь рассказывать мне свою историю, когда я тебе говорю, мне некогда, я его не слышу? Я всё-таки заведу её в ресторан, закажу ей кофе. А как меня завести в ресторан? Вот так вот и завести, то есть, пошли, это будут самые лучшие 5 минут твоей жизни, там, бла-бла-бла, придумывайте, фантазёры, ты меня называла. Ну, реально. Я не спрашивала, то есть, вот про этот вот первый момент дальше, это понятно, как бы, что рассказывать, а вот про этот первый момент дальше. То есть, лучше общаться о чём-то нейтральном. Да. Это что-то нейтральное. Всё, есть? Расскажи про Лос-Анджелес. У меня хороший вопрос под занавес. А как вы воспринимаете слово? Да, слово. Пикап и пикаперы. Что это в вашем восприятии? Всему хорошему вопросу. Тачки, подзанки. Ну, не знаю, допустим, да. Да, как бы, да. Я сталкиваться с торговым центром Европейсии, а, кстати, с торговым центром, да, есть какие задания забрать в коллекцию, набрать в коллекцию номеров, я уже сказал на вас. Номерок именно, то есть они потом не ебут, я правильно? Наивно. Свои задания, но было такое задание. По типам на первый, второй, третий, девушка на первый, по-моему, на 9, 10, и по-моему, в ваших родственниках. То есть, это какие-то, по-моему, понятно. Подождите, у тебя, Полина, как? У меня один раз встретился такой человек в жизни, было такое знакомство, но я с ним не стала общаться. Он, как бы, не скрывал этого, он прям, да, в первой встрече у меня. Ну, нет, мы просто пошли гулять по парку, я, он и моя подруга. Не знаю, что-то лошадька подкуса. Нет, и он такой неплохой период. Типа, я пикапер, я, ну, вообще, у него свои тоже тренинги. Ну, я не знаю, ты уже не доверяешь такому человеку. Да, не подходят к вам? У тебя иногда. Слушай, вот честно, я бы очень жестко над ним постебалась. Вот нереально. По тебе уже понятно, да? Чего они по мне понятно? Я бы над ним постебалась, но на больше он мог и не рассчитывать. А когда ты такими стебешься, когда вот такие вот, типа, ну, иди уже, знаешь, куда-нибудь, вот отойди от меня, они потом как-то резко перестраиваются и становятся примерными парнями. Ну, ладно, ну, просто там мне, ну, васька заставил, там, так вот, поиграть. Васька, пожалуйста, кстати. Как вы обожаете, что пикапер подошел? Дюфикапер подошел. Вот ходите знакомиться, парень на улице, вы понимаете, как у пикапера, он или просто у него творит? Да, такими стебельными предложениями, такие фразы, ну, там, все, можно, конкретно, мне надо смотреть, да, да, там, то есть нормальный чувак, у которого нет проблем с общением, он пикапер. Нет, ну, слишком много комплиментов, лезьте какой-то, ну, это чувствуется. Да, давайте. Ну, вот да, слишком много комплиментов, лезьте, я за ты не полюсу. Меня? Да, Даша. Можно звать меня Олег? Что тебе было комфортнее, привычнее? Ну, да. Олег у нас посередине, мы уже выяснили там пикапер. Бля. Все, ребят, давайте закругляем. Даша, еще время. Да, Даша, отвечай. Отвечай, а. Ну, слушай, пикаперы, они, это вообще что? Это не уверены в себе ребятки, которые вот… Почему? Откуда такой стереотип? То, что пикаперы? Почему? Я сейчас объясню, потому что, когда мужик уверен в себе, вот ему нравится, вот та девушка, не знаю, там, инстаграм он ее нашел. Я знаю тысячи мужчин уверены в себе, там, боксеров, бизнесменов, директоров завода, и когда они видят живую человеческую женщину, передергивают ребят в страх. Ты не встречала? Ну, то, что у них опыта в этом нет. Слушай, встречала, да. Ну, почему бы им не вылечиться? Просто мы здесь занимаемся пикапом, но у нас просто другое понимание слова пикапа. У вас здоровый пикап, да. Мы-то говорим про здоровое. Мы говорим про нездоровое, да. Мы говорим про нездоровое, да. Мы говорим про там развиваться через это. Мы говорим про коллекционеров, так называемый. Да, просто мне обидно, что к этому слову в социуме за счет того, что есть куча говношколы, кто-то делает, прилетился к какой-то стремной стереотипу. А я реально меня учу людей, просто достойнейших мужиков, но вот у него мама была очень строгая, и его вот настолько это в голову все это прошло, что когда он видит красивое дело, он говорит, ты, 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 ты. А еще, знаешь, есть такой стереотип, что к красивым девчонкам реально боятся подойти? Ну, вот есть такое? Да, мы не боятся. Честно. Реально? Не бойтесь, черт. Не бойтесь. А чем? Они так что сказали, что да. Я хотел подколоть вас просто. Чтобы подумали, что вы некрасивы. А мы не смогли, у нас мы же самоуверенностью залетели. А мы нормально, они уже посмотрели на сантятов и самоуверенностью. Я даже не обратила внимание на твою шутку. Короче, да и вообще, да, все, представьте. Что, подвязываешь? Слушай, ну, супер, да. Девчонки, в целом было неплохо. Завтра приходите голыми, будем снимать вас в ролике. Ладно, я шучу. Все, давайте поблагодарим. Спасибо. Смотри, как бы были, вот, ну, допустим, особенно Ваня там парится, да, там у него что-то там не получается, или, допустим, с этой получилось, и с этой не получилось. Сегодня в общей сложности сидело, сегодня, дайте я, блядь, договорю, Дэн, сегодня в общей сложности было пять женщин. В принципе, они как бы все отвечали там, ну, как бы немножко по-разному, то есть, это нравится то, это нравится это, то есть момент, что ты просто, ну, как бы, кому-то там, ну, тупо не угадал, то есть, ну, вот, может быть такое, потому что у них, у каждого есть свое мнение, свои вкусы, ну, вот, это тоже имеет место быть. Те, которые сидели, да, те, которые сидели днем, там, у них запросы там, на миллион рублей, как бы, они тебя, грубо говоря, сразу же по шмоткам оценивают, то есть, ты уже автоматически, они сканируют, они знают, сколько стоят дорогие вещи, они следят за этими мужиками, там, как, ну, знают, сколько стоят часы, то есть, смотрят эти дорогие журналы, они примерно представляют одежду. Все, у нее же в голове такой мужик, она видит, что ты такой вот, ну, недорого одетый, то есть, она тебя автоматически, как бы, ну, отшивает, то есть, ты из-за этого можешь подумать, что, блядь, все, на женщинах, у тебя свет клином сошелся, вот эта троица, как бы, она более лайтовая, в принципе, они там, ну, даже полтинник, я слышал цифру, ты зарабатываешь, хотя полтинник, ну, в принципе, здесь, как бы, да, то есть, если, грубо говоря, ты, там, подошел к тем, к тем, ну, хорошо, да нет, суть в том, что, у этих миллион, а у этих, там, в десятки раз больше, просто, если ты подошел к темкам, которые, ну, хотят, чтобы у них мужик зарабатывал миллион, возможно, там у тебя шансов нету, но это не значит, что на всех женщинах нужно ставить крест, там, и расстраиваться, ну, надо просто больше, 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 больше пробовать, и искать вот тех, вот, ну, более-менее, более-менее стоят с тобой на одной социальной ступени, как бы, тогда тебе проще будет там, ну, нечестно, сейчас ремарку про отношения, да, то есть, там, можно много чего сказать про отношения, но один из у меня в книжке, в моей новой про это написано, который все-таки когда-то уже выйдет, там один из критериев выбора женщины себе для жизни вообще, как бы, я считаю, что это так и есть, то, чтобы женщина была плюс-минус в своем социальном слое, понимаешь, сейчас я скажу, вот эти все мифы, что там, я женюсь там на богатой, да ты заебешься потом, понимаешь, или там наоборот, да, или ты, например, из интеллигентной семьи, она какая-то колхозница, или наоборот, понимаешь, тогда у вас больше шансов создать какие-то крепкие отношения, потому что будут там богатые какие-то, то есть она привыкла к одному уровню жизни, даже если она не будет тебе там как-то трепать насчет денег, все равно ты будешь себя чувствовать, что, блядь, вот она там каждый год куда-то там есть, я не могу позволить пока, мне надо будет знать. Плюс это там папаша, мамаша, которые будут на тебя просто смотреть, на, поднесу на, да ты, я что-то куда-то не пустую. Ну, да, Ваня, тебе пока надо, во-первых, тебе мотает, вот уже ты это, все, что мы говорим, должен был понять еще на второй день. Девчонки разные, никто не обязан, тебе сразу падать на колени, там, и отсасывать. То есть кому-то ты нравишься, кому-то не нравишься, не надо все на себя вот переливать. И Ваня, конечно, развиваться тоже надо. Да. То есть ты сегодня, ну и плюс, в начале пути, но надо все-таки себя адекватно оценивать, понимать, что можно, не говори, бля, мне нравятся молодые, короче, чтобы она топ-модель была, все-таки, ну, со стороны на себя надо смотреть, дайди, пробовать, да, и с топ-моделью, но и не внушаться там, девчонками попроще. То есть, если бы у тебя был секс там каждый день, я бы еще тебя понял, но когда, вот сколько у тебя не было секса, скажи мне. Ну и после этого говорить, бля, мне нужны только молодые, только там с красивыми ногами, но это немножко странно, ты сам себя наебываешь. Привет, неудачники. Сегодня подошел к девушке, да, она была, и, честно скажу, не самая красивая в мире, но я думаю, с ней у тебя может случиться там очень классное свидание и классный секс потом. Поэтому, ну, поначалу себя адекватно оценивать и постепенно развивайся, развивайся, развивайся. И коммуникативные навыки, и физическое состояние, и все будет. Ваня, да, тело, шмотки, вообще весь свой образ жизни к хренам собачьим. Это то, как раз, в принципе, что я вкладываю в понятие слова пикап, да, то, что вот, это самый лучший стимул сейчас, потому что это пиздец, как больно, я видел, как это неприятно, да, я тебя понимаю, как ты подходишь, и тебе хочется, там, девушки, на тебя висеть, там, девушку себе найти. И когда они тебя не принимают, говорят, то Ваня, нахуй, короче, да, это очень больно. Ну и вот эту боль надо ее как бы в правильное русло направить, не забухать опять, да, Ванька, там было по какой-то причине. А закачаться хотя бы. Зачать качаться, типа, стану здоровым, вон, как Андрюха, блядь, там, бокс какой-нибудь, шмотки, бабки, образ жизни, начни там увлекаться чем-то, то есть займись своей жизнью, понимаешь, и когда она сама все станет такой вот клевый, разносторонний, если поговорить будет, там и женщины будут намного лучше на тебя реагировать. Это касается всех.